Девушки отдыхают Галина Сергеевна, скоро же Новый год. Ты хоть намекни, что тебе подарить-то? Не знаю. Я, кстати, вчера в книжном видела такую энциклопедию. Ну, не хочешь намекать, снова какую-нибудь ерунду подарю. И еще одна замечательная новость, которая заставит вас гордиться своим классом. Полежайкин опять кого-то из одиннадцатого уделал? Знаете, еще лучше. Галина Сергеевна успешно освоила программу десятого класса и после небольшого теста перейдет в одиннадцатый. АПЛОДИСМЕНТЫ Жизнь иногда выпускает жало, стирая прошлое, словно вирус. И как и из-то жена сбежала, и на работе полнейший минус. Но наш герой не сдается, слезы утри, по жизни идет и смеется. Вот он, смотри, он самый счастливый из нас, избранный небесами. Он вам не старый баркас, а фрегас парусами. И в чем же причина тогда? Две обычные строчки. Ждут его дома всегда его папины точки. Парапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапап Уже почти два дня не ходит. Два дня, одиннадцать часов, четырнадцать минут. Может, заболел? Нет. Последний раз он болел, когда нас пришел удлинитель. Это у нас следующий день был, как огурчик. Ну, может, прогуливает? Что исключено? Я сделала ему внушение. Теперь у него на прогулы психоблок. Ну, давай тогда ему позвоним. Ты что, нельзя? Это повредит моему авторитету. Он решит, что я за него беспокоюсь. Знаешь, вряд ли Полежайкин что-то без тебя сможет решить. Хоть глаза не открывать. Серега, если ты хочешь сделать мне предложение, то только через ресторан с цветами. Ну, открывай. Открывать можно, да? Серега, Серега, скажи, что ты украл эту машину, или мы влезли в чужой гараж? Не, мне Оксана подарила. Ну, мог бы и соврать. Еще друг называется. Большая, огромная, большая. Большая, большая. Ну, почему такие большие машины достаются большим идиотам? Это же, это же Лексус. ЛС-460. Двухтысяч седьмого года выпуска. Триста восемьдесят шесть лошадей. Полный парс. Ты знаешь, сколько она стоит? Нет. Сто пятьдесят тысяч долларов. Это, это же, сто пятьдесят тысяч. Это что, сто пятьдесят тысяч делать? Это же, это же, мне нужно три миллиона зубов вырвать. Ты ее застраховал хотя бы? А что, надо? Надо. Ты понимаешь, квартира, гараж, это все недвижимость. А это движимость и угоняемость. А у тебя охраняемость в гараже, вон. Ну, и что мне делаемость? В смысле, что мне делать? Значит так, смотри, слушай меня внимательно. Первое, ты должен... Слушай, подари мне машину, а? Чего? Чего? Ну, тебя же угонят эту машину. А я тебе хотя бы зубы сделаю. Бесплатно. Здравствуйте. Простите, вы занимаетесь установкой железных дверей? Да, купил Лексус, полный фарш. А двери в гараже простая жесть. Угу. Не сможете? А, жаль. Извините. Алло? А опять вы? Адрес. Адрес улица Володарского, 11. Гараж номер 26. Все равно не сможете? Жаль. Кто-нибудь откроет дверь? Тот, кто откроет дверь, неделю не будет мыть посуду. Привет, хозяева. Вы, собственно говоря, кто? Полежайкин я. Папка Илюшки Полежайкина. Он со мной в одном классе учится. Кто? Он? Сын. А, ну что, хозяин, разве так гостей встречают? Его нужно накормить, напоить и спать уложить. Молодец, правильно. Но сначала на кухню. С ночевкой потом разберемся. СМЕХ 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 Давай. Сполосни душу. Зачем? Накинь. Ишь, разговор не клеится. СМЕХ Какой разговор? Отцовский. Илюша мой. Зачак совсем. Третий день на диване лежит и плачет. Сил моих нет. Купите ему кофчик какой-нибудь, куклу. СМЕХ Чего? Ах, ну да, с мальчиком нужно по-другому. Представляешь, вчера не ужинал. Уж не помню, что Илюша от голубцов отказался. Бывало, болеет. Температура за сорок. Но свои восемь-десять голубцов съедает. СМЕХ Вы знаете, вы, наверное, не по адресу. Я семейный психолог. А вам нужен гастроэнтеролог или терапевт. СМЕХ У нас на Урале, как говорят, ты выпей, выпей. СМЕХ Вот так и говорят. А моему Илюхе никто, кроме вашей дочки, помочь не сможет. Влюбился он в нее. СМЕХ Пойми, раз уралец, бабу больше голубцов любит, дело ясное. В общем, свататься я пришел. Нет, нет, нет. Как свататься? А что тянуть? Илюша через год совершеннолетний. Так? До армии еще нужно успеть двух детей сделать. Подождите, подождите. Мне Даша ничего не рассказывала. Какая Даша? Мне Илюш тоже про Дашу ничего не рассказывал. Он мне про Галину. Эм, как тебя? Сергей. Вася. Вот он про Галину Сергеевну рассказывал. Она постарше, видать, но это ничего, это не страшно. Вы что, с ума сошли? Ей 13 лет. Четыре года, это не разница. Сколько? 13. А вот, кстати, и она. Моя дочь Галина Сергеевна. А это папа Ильи Полежайкина. Так сказать, свекор Вася. Значит, вот они. Полтора метра недоразумений. Ну, Илюха! Метр пятьдесят семь. Между прочим. Что случилось? Ай, понимаешь, я выщипываю брови. Маш, у меня влюбился Полежайкин. Поэтому у меня к тебе вопрос, как у теоретика, как к практику. Что делать? Симптомы? Два дня уже не ходит в школу. Перестал есть. Прислал Сватов. А мне очень нужно в 11 класс. Ситуация сложная. Важно поступить корректно и дипломатично. Поэтому просто брось его и все. Как брось? Пойми, у тебя будет их еще тысячи. Ну, хорошо, сотни. В общем, не бери в голову. Машенька, я так не могу. Сразу бы так и сказала. Говори его номер, я ему сама все скажу. Не надо ничего не поговорить. Сходи со мной к Полежайке. Чего это вдруг? Ну, во-первых, ты моя сестра. В нашей семье это не аргумент. Во-вторых, я никогда не была одна в костях у мальчика. А ты в этом плане гораздо умнее и опытнее меня. Если я с тобой пойду, повторишь это при всех? Да. Я мигом. Папа, ты возьмешь меня с собой на охоту? Пуговка, папа не на охоту идет, папа идет охранять от охотников машину. Пап, у нас что? В квартире было ружье? Я в детском мире купил, правда, как настоящее? Так, сегодня я ночью не приду, поэтому за старшую остаешься ты. А я сам младший. Я надеюсь, он и ваш первое свидание репетирует. Что вы, что вы сделали с ульей? Что я с ним не сделал? Я его брат Филипп. Можно просто Филипп. Ой, извините, у вас звонок не работает. Сломался. И дверь не закрыта. Ну, мы не боимся никого. Это очевидно. Мы, собственно, к Илье. Ага. Вон он лежит. Его батя отлупил за то, что он с какой-то малолеткой связался. Ой, а вы такой сильный и, судя по тому, как били грушу, такой умный. Может, вы мне покажете вашу библиотеку? Ну, в смысле книги. Книги? Книги? Будем искать? Ну, давайте искать. Здравствуй, Илья. Уйди. Папа говорит, что вы у меня от голода. Кто? Мы? Галлюцинации. Галина Сергеевна? Илья, дело в том, что я пришла... Попрощаться? Нет. Я пришла сказать, что я стою в 10-м классе. не понял. Так, а что, меня переводят в 9-й? Нет. Просто я сочла нагрузки 10-го класса более комфортными для параллельного изучения вузовской программы. И... и... можно я больше не буду придумывать? Так ты никуда не уходишь? Галина Сергеевна, а я думал, ты... а ты, оказывается... хочешь... может, глупцов? Правда, они и вчерашние. Филипп, да вы еще и повар! Только нужно поторопиться. Парень, не дури! Я был лучшим стрелковым роте! Алло, да, Антонов? Ну, мы же договорились вместе сторожить-то! Ну? Ну, где тебя носит? Любочка не хочет ехать в гараж? Какая Любочка? Ну, ты даешь, Антонов! Хм! Ну, Антонов, у тебя и шуточка! Хм! Итак, коллеги, мы приступаем к общему тестированию на знание программы 10-го класса. Галина Сергеевна, вы готовы? Нет. Хм! Ну, коллеги, разумеется, это шутка. Э-э-э... Прошу. Э-э-э... Вопрос по истории. Назовите, пожалуйста, год начала Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война началась в 1940-м году. СМЕХАЕТСЯ Э-э-э... Ну... Первые стычки начались именно в 1940-м году. Галина Сергеевна настолько глубоко в материале, что, видимо, имела в виду именно эти факты. Я думаю, что это плюс. СМЕХАЕТСЯ 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 Так, прошу. Физика. М-м-м-м. Продолжите формулировку закона. Угол падения равен углу утра... Вление. Отравление. Предупреждаю ваши следующие вопросы. Отвечу сразу. Муму написал пушки. Наполеон напал на СССР и проиграл холодную войну. Ньютон открыл три закона и закрыл восемь. Земля – это параллелограф. Коллеги, одну минуточку. Воснецова, ты что творишь? Я не хочу в одиннадцатый класс. А я не хочу обратно в сельскую школу. Что ты мне раньше не сказала? У меня там в коридоре куча журналистов. Что я им скажу? Что я им скажу? Я им скажу, что. Коллеги, да у девочки жар. У нее высокая температура, она плохо себя чувствует. Поэтому тестирование переносится на следующий год. Воснецова, а на второй курс ты сразу поступить сможешь? Сможешь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Алло, Антонов. Антонов. Слушай меня внимательно. Машину угнали Меня тоже угнали Где я? Я в багажнике Антонов, ты мне обязан помочь? Ты же врач Слушай Ты что, с ума сошел? Как я им трубку дам? Сейчас Сейчас я попробую Сейчас Остановите! Неверно остановите! Ты что, барабанишь? У вас к телефону Алло А что? Ага, ага, и что? Спасибо, братан Давай вылазь отсюда Помогите мне Не буду я тебя дотрагиваться Здоровье мое дороже Давай, давай, ума троги Быстро Ума, папа с охоты вернулся Здравствуйте, Сергей Алексеевич А я вот зашла проведать вас А вы правда с охоты? Да На диких кабанов Интересно, кто на кого уходился? Так, хватит подсушивать Идите лучше на кухню Приготовьте что-нибудь покушать Жареные кабанятины? Ладно Идите Сергей Алексеевич А как машина? Не ломается? Машина? Нет, не ломается Ездит Где-то Нет, все отлично Полный фарш Как говорится Серега, Серега Ну как? Как лексус? В смысле, как ты? А что, что-то случилось? Ну да, у нас с Серегой машину украли Причем думали, что Серега идет в комплекте Если бы не я Если бы не я, его давно бы уже продали в Таджикистан Я просто не хотел вас расстраивать, Оксана Сергей Алексеевич Ну Ну это ничего страшного А машина-то застрахована И мы сейчас позвоним в страховую компанию И они вернут нам все деньги И вы пойдете сегодня же Купите точно такую же Как две капли Не надо Не надо такую же Гораздо скромнее Скромнее Хорошо Купите себе Какую хотите Ну, а мне пора Да С наступающим Антонов Да А что ты сказал этим желобам Чтобы они меня сразу отпустили Я сказал, что я врач, а ты больной И что ты сбежал из больницы И у тебя заразная И очень неприятная болезнь Какая? Это не важно Ты знаешь Я знаю, что это не правда Все равно Разговаривать с тобой Не очень приятно Пока А, пока Люди Есть кто живые? Серега Радуйся Свататься я пришел Нет, нет, нет Мы же как свататься? Мы же в прошлый раз Обо всем договорились Филя Совсем у меня зачах Сохнет по твоей старшей Этой Машке Да Ты что ты, Серега Давай, соглашайся Филя у меня такой Знаешь, это Филя Давай Давай Давай, Филипок Демонстрируй О, видал? Голосом гвозди гнет Да? А руками рельсы Мы уральцы все такие Да? Да Извини, что перебиваю Маше 16 лет 16 Опять в одну воронку Ну, Филя Сколько лет? Пятнадцать Пять А может Да нет Почему нет? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому